МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем июль и август 2022. Летом Саровская пустыня отмечала свой очередной день рождения. В июне 1706 года осветили первый храм Саровской пустыни – живоносный источник. Тогда он был деревянным. Эту дату принято считать днем основания обители. Потом на этом месте в 1758 году был построен каменный храм, который впоследствии взорвали. В 2006 году началось возрождение монастыря. История того места, на котором сейчас стоит Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь, уходит вглубь веков. На рубеже первого-второго тысячелетий здесь находилось финно-угорское городище. В начале 13 века это поселение приходит в запустение, а примерно через 300 лет сюда приходят первые монахи-отшельники. Если мы день рождения отмечаем 16 июня 1706 года, начало, так сказать, исторического день рождения Саровского монастыря, то по правде, надо сказать, что монахи пришли значительно раньше. Потому что первые писемные источники упоминают этот 1664 год. Монах Феодосий приходит сюда из Пензенского монастыря, хотя где-то в источниках встречается, что он был уроженец села Побра, Нижегородской губернии. Но он был монахом Пензенского монастыря. Приходит здесь, роет землянку под горой, принимает обед по служительству. Сюда приходят и краснослободские, и сыноксарские монахи. Рассказ о необыкновенном месте услышал и молодой инок Арзамасского Веденского монастыря Исаакий, впоследствии в схеме Иоанн, будущий основатель Саровского монастыря. Иоанн приходит на Саровскую гору и ставит крест. С этого времени здесь появляется монашеская община. В начале 1706 года Иоанн получил разрешение на строительство церкви. И 29 июня, или 16 июня по старому стилю, 1706 года осветили первый храм Саровской пустыни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Эта дата считается днем основания Свято-Успенского мужского монастыря. Монастырь, он относительно молодой других монастырей, но он настолько был таким вот настоящим и таким вот славным, что даже отсюда в другие монастыри потом призывали в настоятеля монахов Саровской пустыни. И скажут о Сарове. О Саров, ты колыбели Академию Монашества. Более 40 монахов уходят в другие монастыри России, в настоятеля, совершенно в разные места, в разные епархии. Вторым по счету воздвигли пещерный храм. Когда молва Саровской обители распространилась по всей России, появилась и поговорка «Если ты суров, иди в Саров». Из этого монастыря вышли такие прославленные старцы, как Назарий Валаамский, Марк Молчальник, Серафим Саровский. Последней постройкой монастырского комплекса был храм Серафима Саровского. В 1897 году началось строительство храма над кельей, тогда еще не прославленного в лике святых иеромонаха Серафима. В июне 1903 года состоялось освящение храма. На следующий же день, после канонизации Серафима Саровского. Старец Серафим был похоронен у южной стены, алтарной стены Успенского собора, ну а 70 лет после смерти он будет канонизирован, мощи будут извлечены, и потом вот крестным ходом, у нас есть такие литографии 103 года, где Николай II, его братья, дяди, великие гнези, они несут мощи старца Серафима крестным ходом вокруг Успенского собора. И мощи будут помещены уже в Успенском соборе находиться. В период советской власти в 1953 или в 1954 году церковь иконы Божьей Матери, живоносный источник, взорвали. Был уничтожен и Успенский собор. И уже в наше время, в 2006 году, по инициативе патриарха Алексия II, начинается возрождение Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Еще одна летняя дата – День семьи, любви и верности. В прошлом году его отметили в художественной галерее. 20 супружеских пар из нашего города получили медали за любовь и верность. Награды им вручили представители фонда социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой. Каждый год 8 июля в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник стал официальным. По традиции в этот день вручают медали за любовь и верность. Их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества и получившие известность крепостью семейных устоев. В Сарое в этом году наградили 20 семейных пар. Именно для них, для наших детей, внуков, для будущего и важно беречь, сохранять те традиции, семейные традиции, все лучшее, что у нас есть, и передавать в будущее. Истории семей, которые собрались в зале галереи, многогранные. Они отражают историю нашей страны, нашего города, историю развития отдельных отраслей атомной промышленности, науки и техники, образования, медицины, искусства, военного дела. Много лет эти люди посвятили работе и достигли выдающихся успехов. Но самым главным для них все эти годы была семья. Семья – это самое ценное, что у нас есть, и получается, что мы и живем ради нее. Мы ради нее меняемся, ради нее делаем какую-то карьеру, что-то достигаем, что-то развиваем у себя. Но мы понимаем, зачем все это надо и для чего мы это делаем. И именно для этого мы тратим свою жизнь. Мы понимаем, что семья – это не только радости, не только вапельки да прянички. Это тяжелые, непростые взаимоотношения. Здесь надо и умеренность проявлять, иногда настойчивость, иногда понимание. У каждого из гостей праздника свой жизненный опыт, свой путь, свой возраст. Но всех их объединяет одно. Им выпало счастье найти того единственного верного человека, с которым можно идти по жизни вместе, преодолевать трудности, добиваться успехов в профессиональной карьере и в воспитании детей и внуков. С уверенностью смотреть в завтрашний день. Секрет семейного счастья, я считаю, что самое главное – это слышать, слушать, уважать то, что говорит тебе твой муж, и никогда не говорить друг другу слова «нет». Терпение – самое главное. Оба супруга в семье Гужовых медики, так же, как и в семье Воробьевых. Марина Борисовна Воробьева проработала врачом в нашей больнице 37 лет. Ее муж Андрей Васильевич и сегодня трудится в КБ номер 50 врачом-травматологом-ортопедом хирургического отделения. Вместе они прожили более 40 лет и своей семейной жизнью доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака. Для меня вообще в семье муж – это самое главное то, что это моя надежная, что это моя надежда, опора, стена. То есть я знаю, что он никогда не предаст, всегда поможет в трудную минуту. То есть вот эта вот уверенность, что рядом с тобой человеком, на которого ты можешь в любую минуту положиться и знать, что он тебя не оставит. Это ты загородился? Да. Ну, в общем-то, вот столько лет прожили, столько лет знакомы. И вот я считаю, что это самое главное – это надежность, преданность, доброта в отношениях, ну и умение, конечно, прощать. С семьи начинается жизнь. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Летом свой триумф 1967 года вспоминали саровские футболисты. Тогда город Горький принимал лучшие детские команды области. Саровская команда черноморца оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований «Черноморец» стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. В честь юбилейной даты со дня успешного выступления команды на всесоюзных соревнованиях черноморцы выпустили книгу о истории своей команды, главных состязаниях и спорте закрытого города. Сегодня члены команды «Черноморец» на трибунах болельщиков. Они пришли сюда не посмотреть игру, а вспомнить прошлое. Практически вся их юность связана со спортом. Летом мальчишки гоняли мяч на стадионе труд, что был недалеко от дома. Зимой вставали на коньки и брали в руки клюшки. Благо, площадок для активных игр в городе было достаточно. В 1965 году детская команда «Черноморец» впервые стала чемпионом города в турнире «Кожаный мяч». Так начиналась история восхождения дворовой команды на всесоюзный Олимп. На протяжении пяти лет мы были чемпионами города по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». И в связи с тем, что мы были всегда лидерами, в 1964 году нас горком комсомола направил на первые игры, на первенство Горьковской области на приз клуб «Кожаный мяч». Ровно 55 лет назад, в июле 1967 года, город Горький принял лучшие детские команды области. Были среди них и черноморцы. Команда оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований «Черноморец» стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. Основное время 1-1. Пенальти. 4-4. У нас удар в запасе. Пробивает Женя Семиков. К сожалению, даже мимо ворота. То есть забей, и мы в финале с Грузией, глядя, за первое место. Повтор 1-3 мы проиграли. Повторный пенальти. Ну, плакали все. Все плакали. Потом третье место. За третье место киргизию мы 2-0, конечно, обыграли на хорошем стиле. Бронзу наша. Ура, ура, ура. Годы прошли, и события этих давних лет стали воспоминанием. Воспоминанием о веселых мальчишках, увлеченных азартом игры, строгом тренере, который не давал им спуска, родных и близких, которые поддерживали юных спортсменов и помогали двигаться вперед на спортивном поприще. Все эти воспоминания черноморцы собрали в одной книге, посвященной 55-летию со дня успешного выступления команды на всесоюзных соревнованиях. Был такой тренер Виктор Николаевич Кауркин, который очень высоко поднял спорт, футбол и хоккей в частности, в городе. Он был отличник Смоленского института физкультуры. Он готовил нашу черноморец команду как раз на всесоюзные соревнования. Вот на этом футбольном поле, в жару, в самый пекл, чтобы выносливость была, сила. Традиционно летом на лыжной базе проходит открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Участие принимали спортсмены со всей области. Соревнования проходили в два дня. В первой – индивидуальная гонка свободным стилем, во второй – персьют классическим стилем. В мире более 200 тысяч видов спорта. Некоторые из них совсем молодые, многие из нас о них даже не слышали. Но это точно не про лыжероллеры. Соревнования по этому спорту проводятся в мире с 70-х годов XX века. По оценке международных специалистов, россияне подошли к организации соревнований по лыжероллерам более чем серьезно. Уровень их проведения был признан соответствующим самым высоким требованиям мирового спортивного сообщества. А прямо сейчас в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» тренера готовят новых профессиональных лыжероллеров. В этом году у нас Никита Родионов стал победителем первенства мира среди юниоров. И также призером и победителем соревнований первенства России. О достижениях спортивной школы «Атом» знает не только Саров, но и вся страна. Два призера Олимпийских игр, несколько мастеров международного класса. Спортсмены, входящие в юниорский состав сборной России и в национальную команду. Получается, что у любого саровчанина есть возможность обучаться в этой спортивной школе и получать большой опыт заслуженных тренеров. Вообще можно заниматься с 7 лет. С 7 лет мы принимаем ребят в группы спортивно-оздоровительные, а затем уже с 9 лет переводим на программу спортивной подготовки. Это на этап начальной подготовки. В выходные на лыжной базе прошло 14-й открытый первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Это традиционные соревнования, которые проходят с 2007 года. В этом году участниками стали 116 спортсменов области. Второй день, в воскресенье завтра у нас будет персют классикой. Персют – это как раз догонялки. То, что спортсмен проиграл на коньковой гонке, с таким отставанием он стартует за лидерами. И в итоге тот, кто приезжает на финиш первый, тот и занимает, естественно, первое место. Единственная сертифицированная лыжероллерная трасса Нижегородской области находится в Сарове, поэтому именно наш город проводит такие мероприятия. Приезжим спортсменам нравятся эти условия. Однако соревнования не проходят так легко и идеально, как может показаться. Каждый сезон погодные условия меняются. Зимой – это метель, осенью и весной – холодный дождь. Мне понравилось свое выступление, я очень довольна своим результатом, но мне было очень тяжело ехать. Это достаточно трудно, из-за жары можно получить солнечный удар или еще что-то, но достаточно тяжело это переносится. В конце июля 2022 года в Нижнем Новгороде прошел заплыв через Волгу в рамках международной плавательной серии «Х-Водерс Волга-2022». Саровчанин Дмитрий Серенко успешно преодолел самую длинную дистанцию – 5 километров за 1 час 22 минуты. Бег, езда на велосипеде, плавание. Спорт уже давно стал постоянным спутником Дмитрия Серенко. Мужчина им заинтересовался еще в старших классах, а в институте купил первый шоссейный велосипед. Тренировкам Дмитрий уделяет 5-6 дней в неделю. Плавание, велосипед, бег, зимой лыжи – в зависимости. Ну, а по времени это все зависит от вида. То есть, если плавание, то это примерно занимает около часа. За час можно проплыть 3 километра примерно в среднем темпе. В июле Дмитрий решил проверить свои силы в заплыве через Волгу. Он успешно преодолел самую длинную дистанцию – 5 километров за 1 час 22 минуты в рамках международной плавательной серии «Х-Вотерс Волга-2022». В этом году в нем приняли участие российские и иностранные спортсмены. Всего более 1700 человек из 150 городов России, а также из других государств. Такими нам запомнились июля-авкуст ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были сентябрь и октябрь 2022-го. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА